Здравствуйте, друзья мои, как и обещал, с небольшим запозданием, хочу вам показать флейточку, которая обзавелась названием Зантаку Аниме. Это, собственно, флейта появилась из, можно сказать, вашего общего пожелания, чтобы играть на какой-то флейте, совершенно такой доступной. Ну и, как вы уже имели возможность убедиться, стоимость такой флейты практически, ну, карманные такие вот деньги на мороженое, да, можно рассчитывать. Вот, а флейточка, надо сказать, несмотря на то, что она простая, несмотря на то, что она вот такая маленькая, с ладошку практически, которую можно положить в карман, в какую-то сумочку и так далее. везде таскать с собой, флейточка очень такая милая и позволяющая, собственно, и помедитировать, и порелаксировать, и помелодировать, то есть, поиграть мелодии. Настройка этой флейты такова, что, когда вы играете, значит, ну, различные сочетания звуков, создается ощущение такое вот попадание в, ну, что-то типа мультфильмов Миядзаки или каких-то таких вот подобных, да, то есть, это такой мульт, мультвариант, значит, флейты. Несмотря на это, если вы имеете какой-то опыт или обладаете какими-то такими свойствами интуитивности и импровизации, то здесь можно, конечно, сыграть и что-нибудь такое, ну, совсем не то, что про ему шахон кёку, но, так как флейта имеет, собственно, в утогучей, да, вот эту свистковую часть, подобную сякухате, то, соответственно, здесь можно использовать все достоинства, да, этого, этой конструкции, то есть, имея навык игры на сякухате, вы можете изгибать звук, делать всякие, значит, специфические звукоизвлечения и так далее. Ну, собственно, поиграю какие-то такие мелодии, я не знаю, чего играть, потому что всегда играется разное, вот, ну, что-то такое. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну, вот такой, значит, небольшой кусочек импровизации. При разыгрывании, я думаю, что здесь вариантов очень много, несмотря на то, что практически флейта рассчитана на одну октаву, на которой, вот сейчас я как бы поиграл, в общем-то, достаточно для того, чтобы импровизировать. Если флейту разыграть, если поискать, то, возможно, какие-то еще и, конечно, высокие звуки, которые нужно корректировать, там, всевозможные подачи и так далее. То есть, вторая октава здесь присутствует, но она, конечно, не соответствует вот прям вот строгому такому расположению, так как длина флейты, ну, совсем маленькая. То есть, здесь разгон воздуха просто чисто физически, просто в физике не попрешь, да, здесь. Ну, и для флейты, я повторюсь, это просто не рассчитано, то есть, нет смысла. Вот. Значит, что касается улучшенного варианта, то, соответственно, он просто отличается тем, что флейта выстраивается на 440 Гц и, значит, позволяет играть уже с четко настроенными европейскими инструментами. То есть, это больше такой прикладной аспект. Для тех, кто вот, для простого варианта, для тех, кто хочет импровизировать, просто вот играть в лесу, на природе и так далее, здесь флейта может быть настроена на 430 Гц, на 450 Гц, то есть, для игры соло это не принципиально. Но, опять-таки, все, как и в любом случае, флейты типа Секухати, зависит от подачи. То есть, вы можете играть, а можете, то есть, по сути, значит, даже флейта первого варианта простого в умелых руках, она, в общем-то, может, значит, послужить в профессиональных целях, опять-таки. Но здесь уже вопрос удобства и вопрос, ну, как бы, вашей возможности, да, выбрать первый или второй вариант. Они не сильно отличаются, да. Карманный флейт... О, слоган. Карманная флейта за карманные деньги. Отлично. Все так, прям, вот, видите, импровизация рождает импровизацию и в идеях. Так что, можете интересоваться, уже есть небольшая очередь на эти флейты, поэтому те, кто будут сейчас заказывать, уже надо будет учитывать тех, кто уже первый определился желанием приобрести такую флейту. Ну, и дальнейшие какие-то дополнения, изменения я буду как-то оповещать, но, по крайней мере, себе я точно знаю, что такую флейточку сделаю, потому что вот так очень удобно во многих случаях. Каждая флейта сопровождается чехольчиком ручной работы в исполнении Лены Сан. Так что, просто идеально.